Девушки отдыхают Девушки отдыхают Что известно об этиологии и причинах депрессии Затем мы поговорим о традиционных способах ее лечения и о новых методах терапии Но сначала давайте посмотрим, какая бывает депрессия У каждого из нас бывали симптомы депрессии Плохое настроение, грусть Если помните, в ходе лекции об эмоциях мы определили грусть как универсальную эмоцию Мы обсуждали, что грусть возникает, если мы ощущаем какую-то потерю Но клиническая депрессия — это нечто совсем иное Депрессия — это нечто куда более продолжительное Она не проходит за час или за день А длится неделями и даже месяцами Нужно также различать клиническую депрессию и горе Горе тоже не проходит за несколько дней и может длиться продолжительное время Но в горе у нас бывают передышки Моменты, когда способны наслаждаться отношениями, общением или работой Теми вещами, которые обычно приносят вам удовольствие Горе накатывает на нас волнами А депрессия начинается и остается Так как же диагностируется депрессия? Сперва я хочу разграничить депрессивные эпизоды тяжелой степени и клиническую депрессию Иногда эти термины используются как синонимы, что приводит к путанице Для начала определим, что такое депрессивный эпизод тяжелой степени Речь идет об одном эпизоде, который длится от двух недель до года и даже более То есть человек находится в депрессивном или подавленном настроении Не испытывая ни к чему интереса, как минимум две недели Ежедневно на протяжении большей части дня Диагноз депрессия ставится, если присутствуют пять из девяти симптомов В следствии этих симптомов у человека должно наблюдаться нарушение ежедневных функций Если нет признаков мании или других психических расстройств типа психоза То ставится диагноз единичного эпизода клинической депрессии Если, как в случае с ЭДИТ, депрессия повторяется То говорят о повторной клинической депрессии Так что это за девять ключевых симптомов? Первый симптом — это плохое, раздражительное или подавленное настроение Второй критерий — это то, что называется ангидонией Это неспособность получать удовольствие от вещей, от которых вы обычно получали удовольствие Третий симптом связан с изменениями в аппетите или весе, которые могут как увеличиваться, так и уменьшаться В любом случае происходит некоторый сбой Далее, проблемы со сном Вы можете спать либо слишком много, либо страдать бессонницей То есть не спать совсем или спать слишком мало Затем, психомоторное возбуждение или заторможенность Это сбой в двигательной активности человека Человек в депрессии может двигаться так, будто идет под водой Или наоборот, дергаться и суетиться Все это проявление психомоторных изменений Ухудшается память и концентрация Проявляется усталость и отсутствие энергии Люди в депрессии часто говорят о том, что они бесполезны Что они часто чувствуют себя виноватыми в том, чего не сделали или чего-то не смогли сделать И, наконец, у них появляются суицидальные мысли или желание навредить себе Иногда им хочется, чтобы пришел тот день, когда они просто не проснутся Для постановки диагноза депрессивного эпизода клинической депрессии Достаточно иметь пять из этих девяти симптомов В течение большей части дня, ежедневно, более двух недель подряд Зачастую до обращения человека, больного клинической депрессией За медицинской помощью, проходит значительно больше двух недель Давайте рассмотрим эпидемиологию депрессии Мы уже знаем, что она довольно распространена Клиническая депрессия ежегодно наблюдается примерно у 15 миллионов Или шесть десятых и семь процентов населения США в возрасте от 18 лет и старше В целом, за всю жизнь около 17 процентов людей сталкиваются с депрессией Причем у женщин она встречается в два раза чаще, чем у мужчин Средний возраст начала заболевания составляет 32 года Но первый эпизод депрессии может возникнуть как в детском, так и пожилом возрасте Итак, средний возраст — 32 года Известно, что клиническая депрессия является ведущей причиной нетрудоспособности в США для лиц в возрасте от 15 до 44 лет Но как определяется, вызвана ли нетрудоспособность психическим заболеванием или вообще каким-либо другим заболеванием? Как правило, используется показатель под названием «количество утраченных лет жизни» с поправкой на длительность инвалидизации — daily Этот показатель соответствует сумме количества лет, которые человек не дожил до среднего возраста популяции и количество лет, в течение которых он являлся инвалидом То есть этот количественный показатель — накопительная сумма продуктивных лет жизни, потерянных вследствие болезни Он включает заболевания, которые могут обостряться и затихать с течением времени То есть он суммирует периоды нетрудоспособности Если посмотреть на статистику Daily в США у лиц в возрасте 15-44 лет То мы увидим, что депрессия является причиной нетрудоспособности номер один Пятое место занимают травмы, нанесенные самим себе Номер шесть — биполярное расстройство Номер девять — шизофрения И номер десять — обсессивно-компульсивное расстройство То есть в данной возрастной группе недееспособность часто связана с психическим здоровьем Точнее, с психическими заболеваниями В более старшем возрасте на первый план выходят сердечно-сосудистые и онкологические заболевания Причем болезни сердца занимают первую строчку Тем не менее, ВОЗ прогнозирует, что к 2020 году во всем мире среди причин инвалидизации Депрессия будет занимать второе место после сердечно-сосудистых заболеваний Депрессия — психическое расстройство Медицинское заболевание станет вторым, уступая только болезням сердечно-сосудистой системы Мы с вами понимаем, что чем сильнее будет распространена депрессия, тем активнее люди будут пользоваться медуслугами Тем выше будут расходы на здравоохранение и тем больше будет потеряно продуктивных лет жизни Также хочу напомнить, что есть данные о связи депрессии и сердечно-сосудистых заболеваний В лекции по сердечно-сосудистым заболеваниям мы с вами отследили четкую связь между их развитием и депрессией Между депрессией и повторным инфарктом А также мы увидели связь между депрессией и способностью восстанавливаться после хирургических вмешательств В частности, после аорто-коронарного шунтирования Однако нам не удалось доказать, что лечение депрессии влияет на исход сердечно-сосудистых заболеваний Возможно, это получится в будущем, но пока данных нет Установлено, что депрессия связана с общей смертностью В идеале мы могли бы содействовать ее сокращению, например, не допуская развития психических и психологических расстройств А также физических заболеваний Несколько слов о прогнозе, и мне хочется поговорить о суицидах Единичный эпизод клинической депрессии, даже длящийся дольше одного-двух лет Может пройти самостоятельно и без лечения Не совсем понятно как, но тем не менее, это так Однако, если у вас случился первый эпизод клинической депрессии То существует примерно 50% вероятности возникновения повторного эпизода Если у вас было два эпизода, то вероятность возникновения третьего составляет уже 70% А если вы пережили три эпизода клинической депрессии, то шансы на четвертый повышаются уже на 90% Это заболевание имеет свойство повторяться, и кажется, что с течением жизни оно набирает силу и скорость Как вы помните, нейроны запоминают свои связи Что-то такое происходит в нашей нервной системе, что делает нас более уязвимыми перед депрессией Помимо распространенности болезней, приносимых ею и страданий, нас беспокоит и последствия суицид Суицид занимает восьмое место в рейтинге причин смертности в США, что составляет примерно 32 тысячи смертей в год Депрессия всего лишь одна из причин, почему человек может решиться покончить с собой Но это одна из ведущих причин Что мы видим на снимке мозга человека с клинической депрессией, по сравнению со снимком мозга абсолютно здорового человека Я хочу рассказать вам об исследовании, в котором использовали снимки, сделанные несколько иным, чуть менее известным типом сканеров Это был не МРТ и не функциональный МРТ, а однофотонная эмиссионная компьютерная томография Оффект Оффект — это измерение кровяного потока в тканях В данном случае ученых интересовали тканей мозга Почему нам важен кровяной поток? Это показатель метаболической активности Если процесс метаболизма в вашем мозге, например, активизируется То определенным зонам мозга потребуется больше глюкозы и кислорода Соответственно, в этих зонах должен усилиться и кровоток На снимках Оффект эти ткани выглядят более яркими Вернее, более активные ткани окрашиваются в сочный, красноватый цвет Менее активные приобретают синий оттенок Если сравнить изображение мозга человека с депрессией и обычного человека То вам покажется, что кто-то притушил цвет и сделал более блеклым снимки мозга депрессивного человека Но это касается не всех зон мозга В некоторых из них, наоборот, наблюдается увеличение активности В частности, активность увеличивается в амигдале Мы много говорили об амигдале В основном, когда речь шла о возбуждении и обучении через страх И похоже, что она активно работает и при депрессии Также заметное увеличение активности наблюдается в правой префронтальной области коры мозга Если вы вспомните наши разговоры о медитации О том, что левая префронтальная кора головного мозга связана с позитивным эмоциональным состоянием С юмором, с расслаблением То правая префронтальная кора активизируется, когда человек расстроен, подавлен или находится в депрессии Каковы возможные причины депрессии? Самая распространенная и по сей день наиболее популярная теория, которой придерживаются многие специалисты Называется гипотезой биогенных аминов Это незамысловатая идея о том, что депрессия вызвана недостаточным уровнем серотонина Уровень серотонина снижается У человека начинается депрессия Он принимает лекарства, такие как ингибиторы обратного захвата серотонина Например, Прозак, Поксил или Залофт Уровень серотонина поднимается, и депрессия отступает Это объяснение кажется довольно простым Но у него есть одна проблема Оно неверно Я уверен, что связь с серотонином есть Но у человека, принимающего лекарства, как мы врачи хорошо знаем Положительная динамика появляется только спустя месяц после начала медикаментозной терапии И дело тут не в неправильном приеме лекарств Пациент их регулярно принимает Дело в том, что они не дают эффекта в течение 4-6 недель При этом уровень серотонина поднимается сразу после приема первой дозы препарата То есть, если бы дело было только в уровне серотонина, эффект наблюдался бы с первого дня терапии Тогда почему это занимает от 4 до 6 недель? Мы считаем, что дело не только в серотонине, но и в функционировании самих нейронов Возможно, дело в том, что атрофировались рецепторы серотонина Возможно, дело в атрофии дендритов, аксонов или даже в гибели самих нейронов Мы считаем, что в мозгу есть трофические факторы, предотвращающие подобные ситуации Трофические факторы, которые помогают стимулировать рост нейронов, аксонов, дендритов и даже способствуют возникновению новых рецепторов Примером такого фактора может служить BDNF Нейротрофический фактор головного мозга По сути, его можно рассматривать как чудесный способ выращивания нейронов И сколько же времени нужно BDNF, нейротрофическому фактору, чтобы сотворить свою магию и вырастить нейроны От 4 до 6 недель И мы знаем, что антидепрессанты усиливают этот фактор в течение 4-6 недель Так что дело не только в серотонине Но и в фактических анатомических изменениях, происходящих в нашей нервной системе И нашему телу нужно от 4 до 6 недель, чтобы восстановиться Есть и более современные теории о причинах депрессии О том, почему из двух человек, переживших одинаковый стресс Один погружается в депрессию, а второй нет Чем они отличаются? И, конечно, в наш век генетической медицины мы ищем генетическое объяснение Есть ли генетические факторы риска? Мы прекрасно понимаем, что для такого распространенного комплексного и неоднородного заболевания, как депрессия Не найдется какого-то одного гена, который сможет объяснить, почему одни люди впадают в депрессию, а другие нет По сути, мы считаем, что это целый набор генов Кто-то остроумно назвал их синими По-русски мы бы сказали серыми Когда кто-то становится серым от горя Мы считаем, что эти гены в совокупности с испытываемым человеком стрессом Подавляют работу трофических факторов BDNF Если трофические факторы дезактивированы, начинается атрофия и гибель нейронов Есть такая же теория, затрагивающая иммунную функцию Как мы упоминали в лекции о сердечно-сосудистой системе Депрессия и воспаление оказываются связаны В соответствии с этой теорией, хронический активный иммунитет с цитокинами, этими химическими мессенджерами, в качестве медиаторов, вызывают хроническое воспаление и влияют на работу ЦНС, центральной нервной системы Пока что это только теория, однако прослеживается довольно интригующая связь между воспалением и депрессией Ситуация сродни с ситуацией с курицей и яйцом Неясно, кто тут первый, то ли это сопутствующие процессы, то ли есть какая-то причинно-следственная связь Как измеряется депрессия? К несчастью, нет ни лабораторных, ни каких-либо других тестов За исключением упомянутого мной эффект исследования, позволяющих установить точный диагноз депрессии Постановка диагноза отдана на откуп клиническим беседам и анкетированию Какого рода анкетирование используется? В клинической практике чаще всего используется опросник здоровья пациента 9 Состоящий из 9 вопросов, касающихся симптомов депрессии, о которых мы говорили Есть также шкала оценки депрессии Бека Этот опросник длиннее, он состоит из 21 пункта, каждый из которых оценивается по шкале от 0 до 5 То есть человек указывает, насколько тот или иной признак депрессии проявляется у него за прошлую неделю Еще одна популярная анкета — шкала Центра эпидемиологических исследований депрессии Если вас интересует собственный уровень депрессии, то все эти опросники можно бесплатно скачать в интернете Своим студентам-медикам или клиническим ординаторам Я всегда говорю, если на основании наличия каких-то из 9 основных симптомов вы считаете, что у пациента депрессия, то вам нужен какой-то клинический показатель для определения тяжести заболевания Этот показатель необходим, чтобы вам было от чего отталкиваться, на что ориентироваться После медикаментозной и психологической терапии, которые вы назначаете, нужно будет измерить этот показатель К сожалению, так происходит довольно редко Если пациент с высоким давлением обращается за врачебной помощью, то ему назначают лекарства от гипертонии и для контроля снова измеряют давление По такому же принципу следует лечить депрессию, замерить ее начальный уровень, прописать пациенту соответствующее лечение, снова замерить уровень депрессии и посмотреть, как сработала терапия Если она неэффективна, лечение нужно сменить Давайте вернемся к разговору о ключевой роли когниции в психопатологии Мы уже затрагивали эту тему ранее в нашей лекции о когниции Сейчас я хочу снова обратиться к примеру с Эдит, у которой случился второй эпизод депрессии И проявилось множество как психологических, так и вегетативных, физиологических симптомов Но я хочу обратить внимание на то, как ее образ мыслей, ее взгляд на ситуацию влияет на ее психопатологию Как вы помните, она разведена Работает администратором в больнице, и когда мы только начали лечение, она в основном говорила о текущей ситуации Например, о том, что на работе ее пригласили на корпоративный ужин Поскольку она разведена, и у нее нет второй половины, на таких мероприятиях она часто оказывалась единственным участником без пары И что происходило? Пока она сидела за общим столом, у нее появились разные когниции, автоматические мысли «Боже мой! Зачем я пришла? Мне тут не место! Все меня жалеют! Это такой стыд! Лучше бы я сидела дома!» Поэтому она поднимала руку и просила еще вина, затем еще и еще Пока она прокручивала свои автоматические мысли, она напивалась Пока она сидела одна, то заметила, что люди мало общаются друг с другом и с ней, видимо чувствуя, что ей не очень хорошо Пока она сидела одна и прокручивала автоматические мысли, она чувствовала грусть и стыд, и оказалось, что от нее все отвернулись Как вы помните, эмоции тесно связаны с памятью, когда она начала все это чувствовать, то ей сразу вспомнились все те моменты, когда ей было грустно или одиноко В этом она увидела еще одно подтверждение собственной ущербности Подтверждение того, что ее никто не любит, поэтому она ушла домой в глубокой тоске и депрессии Такого рода когнитивно-психологические процессы повторялись у нее снова и снова каждый день и за дня в день Именно таким образом наша депрессия закрепляется, укореняется в нас, заставляя нас реинтерпретировать ситуацию так, что мы чувствуем себя все более расстроенными и подавленными И в центре этого процесса наши автоматические мысли и когниции Итак, какого рода когниции появляются у нас чаще всего? Мы уже ранее говорили о привычном складе ума, персонализации, преувеличении, избыточном внимании к негативному и недостаточному вниманию к позитивному Рассуждения типа «все или ничего», то есть «меня все любят» или «меня никто не любит» У Эдит подобный стиль мышления тоже присутствует У человека в депрессии есть ряд мыслей, которые имеют свойство повторяться Люди склонны плохо думать о себе Плохо думать о других – они меня не любят Они опасны – они мне не помогут И плохо думать о мире вокруг Плохие мысли такого рода измеряются с помощью анкеты под названием «Шкала дисфункциональных установок» или DAS Шкала коррелирует с клинической депрессией Когда депрессия отступает, количество баллов, набранных по этой шкале, снижается Приведу вам несколько примеров утверждений из этой шкалы дисфункциональных установок Моя ценность как личности во многом зависит от того, что думают обо мне окружающие На шкале от 1 до 5 укажите, насколько это верно Если другие люди узнают, какой вы на самом деле, они будут разочарованы Мое счастье зависит от других людей больше, чем от меня Если ты не можешь сделать что-то хорошее, то не стоит и браться Эта анкета также доступна и в интернете Если вам интересно, то вы можете попытаться ее заполнить Каковы методы лечения депрессии? К счастью, есть целый ряд зарекомендовавших Эффективных способов борьбы с этой болезнью Они могут быть использованы как по отдельности, так и для комбинированного лечения Мы уже знакомы с поведенческой терапией, с когнитивно-поведенческой терапией С межличностной терапией, фокусирующейся на взаимоотношениях и самой жизни пациента Мы также помним о медикаментозной терапии и лекарствах Давайте вернемся к случаю Эдит и подумаем, какую когнитивно-поведенческую терапию мы могли бы ей предложить и как она могла бы ей помочь Я снова хочу напомнить вам о когнитивно-поведенческом треугольнике, отображающем мысли, эмоции и поведение и их взаимную связь друг с другом Если мы хотим изменить эмоции Эдит, чтобы она чувствовала себя менее подавленной, то нужно понять, что она думает и возможно изменить ее мысли И посмотреть потом на ее поведение, на то, что она делает, и, вероятно, изменить ей это Чтобы нагляднее показать, что такое когнитивно-поведенческая терапия, я разделил ее на четыре примерных этапа На первом этапе мы рассказываем пациенту о депрессии, обучаем его и собираем данные На самом деле, мы попросим Эдит собрать эти данные с помощью самомониторинга Речь идет не столько о тяжести депрессии, сколько о поведении и привычках самой Эдит В частности, нам пригодятся данные о ее социальных контактах Мы должны рассказать Эдит о трех нисходящих спиралях депрессии или о ловушках, которые эта болезнь расставляет для человека На втором этапе мы научим Эдит поведенческой активации и мониторингу настроения Очень часто с приходом депрессии человек становится менее активным, отчего страдает его настроение Мы хотим сделать ее более активной Третий этап подводит нас к когнитивным задачам и реструктуризации, например, упражнениям типа ABCD, которые мы уже делали и к которым еще вернемся И, наконец, изменения в социальной среде и окружении Депрессия не просто живет в теле или голове человека Она запускается какими-то событиями извне, чем-то происходящим в нашем окружении, и зачастую это окружение следует сменить Давайте вернемся к первому этапу и подумаем, что это за три спирали Я уже упоминал, как депрессия пускает в нас корни По сути, человека затаскиваясь в водоворот, по которому он кружится, погружаясь все глубже, не способный вырваться, как бы сильно он к этому не стремился Мы называем это тремя спиралями, первая из которых связана с когнициями Установлено, что подавленное настроение провоцирует привзятость мыслей, которые, в свою очередь, еще сильнее подавляют человека Заставляют думать еще более негативно, и это подавляет его еще больше и так по кругу Известно, что поведение — это вторая спираль Подавленное настроение делает человека менее интересующимся, менее энергичным, менее активным, что погружает его еще в большую депрессию Что делает его еще менее активным, еще более депрессивным, снова вниз по спирали И последняя спираль связана с социальными контактами. Подавленное настроение сокращает их количество. Человек больше не получает удовольствия от общения, взаимодействия и совместных дел. Зачастую он становится гиперчувствительным к неудачам и сверхстеснительным, и не хочет быть среди других людей. Итак, подавленное настроение уменьшает количество социальных контактов, что погружает нас в еще большую депрессию, еще меньше контактов, еще больше депрессии, и так далее, и так далее, и далее. Наша задача — показать пациентам, как это происходит на практике, на примере их жизни, чтобы затем что-то можно было с этим сделать. А что можно сделать? Я хочу привести в пример способ изменения поведения, которым можно воспользоваться на втором этапе. Мы говорили об активизации поведения, поэтому мы предлагаем начать с графика поведения. Для этого возьмем лист бумаги, по сути календарь. Сверху будут располагаться дни недели, слева мы отведем колонку для обозначения времени суток. Нам нужно, чтобы пациент записывал то, что он делает в каждой из этих промежутков времени. Им не нужно писать о своих чувствах, им нужно просто написать, что именно они сделали. В конце каждого дня нужно, чтобы он оценивал свое настроение по шкале от 1 до 10, где 1 наихудшее настроение, а 10 наилучшее. Ничего не нужно менять, просто зафиксировать и перенести на прием. Мы посмотрим на этот график и увидим, что настроение меняется. Когда-то это 1, когда-то 2, когда-то 3. Человек в депрессии чувствует себя неважно, поэтому цифры будут низкими, но они будут меняться. Если посмотреть на активность человека в дни с наилучшим настроением и в дни с наихудшим, то практически всегда наилучшие дни оказываются наиболее активно проведенными днями. И тогда до человека доходит, что он может попробовать добавить по одной активности в день и посмотреть, как это отразится на его настроении. Это будет уже следующим шагом. Человек начинает активно переделывать свой привычный режим. Он находит те занятия, которые наилучшим образом поднимают ему настроение. Кроме того, человек начинает чувствовать, что обретает контроль, что он не такой уж беспомощный или безнадежный. Далее можно сделать когнитивное упражнение ABCD из прошлых лекций. Нужно вспомнить активирующее событие. Затем выписать свои, относящиеся к нему убеждения или автоматические мысли. Подумать о последствиях, эмоциях и поведении. В случае, если эти последствия нежелательны или способствуют развитию депрессии, нужно оспорить эти негативные автоматические мысли или предложить альтернативное видение ситуации. Если продолжать разбирать пример Эдит, то для нее активирующим событием может быть ее одиночество на корпоративной вечеринке, где присутствовали ее коллеги и друзья. Ее убеждения — я посмешище. Я всегда буду одна. В результате она расстроилась, загрустила, ей стало стыдно, и она начала пить больше разумного. Как это можно оспорить? Например, в мире полно неженатых людей. У меня есть друзья, которым все равно, замужем я или разведена. Сейчас у меня сложные времена, но в будущем все изменится. Как я уже говорил, есть множество лекарств от депрессии, но самыми распространенными считаются ингибиторы обратного захвата серотонина. Мы знаем, чтобы лекарства оказали эффект, требуется от 4 до 6 недель. К счастью, у них очень мало побочных эффектов, и последствия передозировки тоже не столь серьезны, как у антидепрессантов предыдущего поколения. Однако нежелательные побочные эффекты все же есть. Иногда это излишняя возбудимость, которая может даже привести к бессоннице. Довольно часто встречается и сексуальная дисфункция, так же, как и небольшой набор веса. Если человек долго принимает медикаменты этого ряда и решает резко остановиться, то может возникнуть так называемый синдром отмены, то есть симптомы могут возобновиться. Поэтому для некоторых лекарств лучше применять пошаговую систему отмены препарата. Вы можете подумать, что чаще всего эти препараты назначаются психиатрами, но на самом деле их в основном выписывают семейные доктора, терапевты и врачи общей практики. К сожалению, при обучении врачей общей практики проходит только минимальный курс психиатрии, поэтому они сажают пациента на таблетки и этим ограничиваются. Зачастую для получения необходимого результата проходят месяцы. Требуется многократная корректировка терапии и увеличение дозировки. Если лекарства не дают нужного эффекта, попросите сменить терапию. В дополнение ко всему, зверобой или хиуперикум перфоратум хорошо зарекомендовал тебя при лечении депрессии. Это распространено в Европе растение желтыми цветами. Оно считается естественным антидепрессантом. Есть ряд европейских исследований, подтверждающих его эффективность при депрессии. Но есть американские исследования, говорящие о том, что зверобой неэффективен при депрессии. И более того, недавно выяснилось, что он усиливает метаболизм в печени и способствует быстрому выведению других препаратов, которые пациенты могут принимать. В частности, сердечных препаратов или ингибиторов протиазы для лечения ВИЧ или лития при биполярном расстройстве. То есть, у пациента возникли осложнения при приеме зверобоя, поскольку они не знали, что он вымывает другие лекарства из организма. Из-за противоречивых результатов американских и европейских исследований и, возможно, побочных эффектов зверобой не рекомендован для лечения депрессии. Еще одна добавка, о которой я хочу рассказать, называется S-1-оденотилметанин или СЭМИ. Это молекула естественного происхождения, которая хорошо переносится и эффективна в качестве дополнения к лечению депрессии. В рандомизированном контролируемом исследовании 73 пациентов с депрессией, проходивших курс антидепрессантов, которые не давали должного эффекта, пациентам добавили по 800 мг СЭМИ дважды в день, в отличие от людей, получавших плацебо. Оказалось, что в ремиссию легче входили люди, принимавшие СЭМИ. Его не использовали в качестве основной терапии, но применяют в качестве дополнения к ней. Буквально пару слов об электросудорожной терапии ЭСТ, которую также называют шоковой терапией. Её используют уже около сотни лет. Суть её в том, что с помощью электрических импульсов у пациента с депрессией намеренно вызывают приступ, дабы получить какой-то терапевтический эффект. Когда я спросил своих коллег, занимающихся программой ЭСТ в нашем университете, как это работает, и почему они считают, что это вообще помогает, то я получил ответ, что это сродни тому, как мы стучим по телевизору. Если у него появляются помехи, непонятно почему. Но такая встряска помогает. Не слишком удовлетворительное объяснение. ЭСТ используется только в случаях тяжёлой, не поддающейся лечению депрессии. Сейчас процедура намного гуманнее, чем раньше. Людям дают наркоз, получаемые ими дозы ниже, и зачастую процедуру проводят только на одном полушарии мозга вместо двух. Есть убедительные научные данные, что это помогает, но частый рецидзив наступает уже через 6 месяцев. Подведём итог, какое лечение депрессии лучше, когнитивно-поведенческое или медикаментозное. Сочетание обоих методов, на наш взгляд, даёт наилучший эффект. Эффективность лекарства наступает через 6 недель. Поведенческие методы тоже займут определённое время. Разница заключается в скорости наступления рецидива. Если вы прекращаете медикаментозное лечение, его наступление более чем вероятно. После окончания когнитивно-поведенческой терапии у вас есть возможность продолжать занятия уже без участия психотерапевта и использовать полученное в ходе курса знания, откладывая таким образом наступление рецидива на более долгий срок. Другая альтернатива – занятие аэробикой. Известно, что занятия аэробикой усиливают трофические факторы головного мозга. На самом деле, есть результаты рандомизированных контролируемых исследований, доказывающие, что аэробика эффективна для уменьшения депрессии, даже если этот эффект минимален. Появляются новые нестандартные способы лечения, такие как стимуляция блуждающего нерва или трансчерепная магнитная стимуляция, когда с помощью металлической спирали через вас прогоняют электромагнитные импульсы. Это работает, правда, чуть менее эффективно, чем ЭСТ, зато и менее травматично. Вернемся к Эдит. Она начала принимать лекарства одновременно с когнитивной терапией. Мы добавили также меры по социальной поддержке. Она стала меньше пить и начала заниматься аэробикой. И спустя 4,5 месяца почувствовала, что к ней возвращается жизнь. Итак, мы говорим о депрессии, причине нетрудоспособности номер два в мире. Мы немного поговорили о причинах ее возникновения и лечении. Хочется верить, что мы дали людям надежду. Далее поговорим о тревоге. Спасибо.